Долину Алтая Долину Алтая Долину Алтая Долину Алтая Федерация не поддерживает этот проект, наверное, оценивает экспертом, хотя если говорить об оценке особых экономических зон, буквально весной был очень серьезный инспекционный контроль общественного движения Народный фронт. И Бирюзовая Катунь, одна из немногих особых экономических зон туристско-рекреационного типа, имея какие-то недостатки, больше имела плюсов. — Ну о чем может говорить провал республиканской зоны? Если это можно назвать провалом, или все-таки критерии разные могут быть? — Ну, наверное, если смотреть, где белое, где черное, это, конечно, больше черная и темная полоса, потому что, говоря о том, что Федерация перестала поддерживать один из крупнейших проектов, а особые экономические зоны с 2007 года считаются крупными точками роста. — Конечно, когда мы говорим о ликвидации, а это, по сути, ликвидация проекта, это значит, что возвращаемся не просто в точку начальную, но еще имеем определенные, на мой взгляд, убытки. Потому что то, что сейчас уже построено, передавая это на федерации, передавая на региональный уровень, это, понятная, нагрузка для регионального бюджета. Не такая уж богатая у нас республика Алтай, чтобы содержать, не получая доходности. И вот один из пунктов, почему зона ликвидируется, как я понимаю, из открытых источников в том числе, что у зоны нет резидентов. На начальном этапе они планировались, их называлось около восьми проектов, на сегодняшний день ни одного проекта не было, и, соответственно, доходность в тот же бюджет, она не будет ничем обеспечена. Ну а чем это можно объяснить, то, что такого успеха не получилось? То, что может быть недостаточно большое направление туризма, там объединенный, и делается движется за счет каких-то, может быть, отдельных инвесторов, или за счет чего другого? Ну, как правило, мы же ищем какой-то субъективный фактор, объективный. Объективно, горы те же, что Березово и Катуни. Дорога жизни Чуйский тракт та же, целевая группа сибиряки и активная молодежь та же, но просто, мне кажется, не совсем эффективное управление, хотя у Березовой и Катуни есть вопросы по поводу резидентов, но, тем не менее, их на сегодняшний день 17, зона продолжает развиваться, инфраструктура туда идет. И так или иначе, предприниматель, который планирует заниматься туризмом и развивать, он понимает, что лучше зайти в особую экономическую зону, получить всю инфраструктуру, газ, вода, освещение, очистка и так дальше, чем начинать это делать с нуля. Да. Поэтому, мне кажется, просто субъективно что-то не сложилось, а потенциал высокий. Если говорить про Березовую Катунь, которая столько, скажем так, критики не собирает, ну, по крайней мере, пока, хотя, в принципе, тоже есть какие-то шероховатости. На ваш взгляд, в каких моментах есть какие-то, ну, может быть, провисы или то, над чем стоит более целенаправленно поработать? Ну, это, наверное, вопрос все-таки к управляющей компании и к видению. Я понимаю, что есть некий стратегический план, который так или иначе выполняется и движение вперед есть. Мы смотрим даже, ну, вот, как обыватели понимаем, что раньше, допустим, там, пять лет назад, разместиться на Березовой Катуне практически, ну, вот, в центре можно было только усадьбы Саржевских и какие-то летние домики, да. Сейчас очень много предложений по коттеджам, и они имеют возможность работать круглогодично. А на Березовой Катуне, кроме магнита озера, есть еще и природные магниты, тавдинские пещеры, гроты ихтиандра. Там же появляются интересные предприниматели, которые сами становятся, ну, такой уникальной точкой притяжения, я могу сказать, и о пасеке, который, наверное, лучшее в этом районе, где гостей встречает действительно радушно и с настоящим медом, и с настоящими шутками, прибаутками. То есть там появляются не только природные магниты, но и предприниматели, а это вот так называемая синергия, когда все работают на определенный результат. И мне кажется, что не хватает на сегодняшний день, конечно, места размещения и какой-то, может быть, более агрессивной тактики продвижения, потому что, зная Березовой Катуне только озеро и пещеры, этого, наверное, мало. Чуть углубляешься, и люди, которые часто там бывают, они даже не знают, что вот есть вертолетная площадка, с которой великолепные виды, и что там есть пешеходная тропа, и каждый раз что-то новое узнаешь. А это нужно очень агрессивно продвигать, потому что туризма на Алтае много, и чтобы тебя выбрали, нужно делать как минимум больше усилий, чем другие. Высокий сезон более-менее завершается, ну, по крайней мере, итоги такие промежуточные уже подводили, прогнозировался рекордный рост посещаемости Алтайского края. Ну вот, действительно ли это так, действительно ли рекорд, и за счет чего возможно? Ну, вы имеете в виду Березовую Катуне или вообще? Уже в целом, если брать Алтай, Алтайский край. Пока, конечно, статистика еще только собирает сведения, и мы знаем, что до 20-го числа каждый предприниматель, задействованный в туризме, он должен и обязан отчитаться перед органами статистического учета. Ну и, конечно, мы имеем какие-то срезы, и они в первую очередь поступают от средств размещения от гостиниц, которые говорят о степени загрузки, о раздвинутых границах сезона. То есть начинали, как обычно, в июне, в середине июня, там, в начале июля. Сейчас они уже начинают с цветения моральника, то есть с майских праздников, высокую загрузку ожидать. Ну и, конечно, погода в этом случае помогала. Невозможно это сказать, конечно, по пляжному сезону, потому что он был разный. И когда мы говорим о том, сколько, допустим, было посетителей на Гуселетовских озерах или Завьяловских, или на Яровом, тех, которые ищут именно купание, погода не так баловала, как хотелось бы, поэтому не стоит ожидать там рекордов. Но, тем не менее, у нас есть объекты, которые загружаются не просто на 100% в погоду, они имеют такие пиковые загрузки, которые позволяют открывать новые возможности, новые курорты. Я здесь, конечно, имею в виду Белокуриху в основном. Ну а если говорить про популярность, что все-таки больше популярно, если распределить вот этот рекордный вал? Это, ну, Белокуриха, это соленые озера, это все-таки сельский туризм, горы. Вот какие направления сейчас наиболее, где мы ждем взрыва? Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы был взрыв у крестьянского гостеприимства, и поехали в сельские дома, их много, интересных, разных. Хотелось бы увидеть больше культурно-познавательного туризма. Это когда семьи с друзьями едут в пещеры, смотрят на уникальные водопады, ищут каких-то интересных гидов, проводников. То есть это тот туризм, который еще своего гостя ждет. А когда мы говорим о том, где пики загрузки, как вот этот вал весь распределяется, у нас в Алтайском крае около 17 тысяч одномоментно могут разместиться туристов круглый год и около 50 тысяч летом. Если мы говорим по тому, где больше всего туристов летом, то, конечно, Белокуриха около 6 тысяч мест, озеро Ая с Бирюзовой Катунью, это тоже около 6 тысяч мест, а остальное распределяется по другим всем нашим 59 районам. И пока они еще тоже не все учтены, потому что, мы как с вами рассуждаем, взял телефон, посмотрел, куда я еду и двинулся. Хорошо, будем надеяться, что все будет так и дальше развиваться, и рекорды еще подставим не одни. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, что пришли к нам сегодня. А это было наше время. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин